Привет. Привет. Сегодня решили снять видоса, ответить на некоторые вопросы. Мы уже тут в Израиле пережили лето, соответственно, готовы ответить на основные вопросы, которые мучат моих подписчиков. Это, во-первых, как прошел переезд? Переезд прошел отлично, не без сложностей, но прошел хорошо. А что за сложности? Сложности были с багажом, массового было очень много. То, что ты вытаскал? Да, то, что я вытаскал. В принципе, можно было не экономить, нанять грузчиков, и тогда бы еще было полегче. В принципе, переезд прошел хорошо. Только в Израиле мы получили помятые коробки все. Слава Богу, что мы их все упаковали очень хорошо. И единственное, что когда их перевозили из аэропорта уже в место, где мы живем, водитель попался очень... Вот это отсохнуто то, что тут стоит. Да. Попался очень какой-то невежливый, он не кидал в наши коробки, хоть я его просил не кидать. Он по-быстренькому все как-то загрузил и, видимо, куда-то спешил. Ну, я с тобой все-таки глобально не соглашусь, это все мелочи. Но я считаю, что переезд вообще прошел так, что это все было вообще в один день. И такое ощущение, что мы просто переезжали и по районам в Москве, по одному району. Мне показалось, что переезд был сложнее, чем тут мы сменили страну. Мне показалось, что все это очень было легко, потому что это было организовано. Мы ничего не думали, мы не заказывали машины, мы ни за что нигде не платили, ни за авиабилеты, ни за... Мы даже приехали и нас поселили тут в общежитии без всякой оплаты или предоплаты. Просто вот вам ключи, живите. Мне кажется, такого вообще нигде нет. Многость. Спасибо большое. Ну, ладно. Вопрос номер два. Ну, как вообще прошла адаптация? Я вот считаю, что основная там адаптация у нас уже должна была пройти. Я думаю, что мы уже адаптировались. Мы уже... Ну, как нам прошло? Как прошло? Нормально прошло. Было ли сложно, трудно? Ну, как? Нет, в некоторых местах было непонятно. Непонятно именно отношение людей к некоторым вещам. Очень сильно отличается. Климат, ты привык, не привык. Климат, я сразу привык. У меня не было проблем с климатом, я тут практически не болел. Тут же у людей, да, еще некоторые приезжают, много-много болеют там, или у них там акклиматизация. Мы ничего такого не заметили. Как бы мы как болели в Москве, так и болеем тут. То есть ни больше, ни меньше. Вот, конечно, меньше болей тут стали, я не могу сказать, но и больше не стали. Тут жарче. Да, тут жарче. И жаре надо привыкать. Но тут больше солнца. Я тут солнце вижу, а в Москве солнце не видела. Ну, в общем, адаптация прошла скорее незаметно, никаких психологов нам не требуется. Пока нет. Да, некоторые там, знаешь, многие разводятся там, переезжают, меняют страну. Но пока у нас нет проблем. У нас нет проблем? Нет, у нас нет проблем. Да? У нас нет проблем. У нас все хорошо. Мы счастливы вместе. Да, давай следующий вопрос. Собственно, что вам больше всего нравится в Израиле? Отсутствие холодной погоды. Погода всегда хорошая. Ну, подожди, мы еще не зимовали. Я был тут зимой. Тут хорошая погода зимой. Тут прохладно, но нет. Тут тепло, снега нету, не мокрый, слякоти нету. Мне нравится, что тут всегда хорошая погода. До моря час езды. И очень комфортабельный транспорт, в котором не жарко. Есть кондиционер, и ты после жды можешь зайти в транспорт, сесть спокойно. Собственно, мы сюда ехали за погодой, за морем. Ну, и следующий логичный вопрос. Что больше всего не нравится в Израиле? Одно, а давай не надо, спектр говна. Что больше всего не понравилось в Израиле или самое большое разочарование? Медицина. Да, если вы думаете, что вообще в Израиле медицина 31 века, нет, это не так. Здесь она настолько специфическая, что мы были просто в шоке. Были в шоке от того, что она на обыденном уровне ниже, чем московская. То есть, профилактическое, да, обычное лечение простудных заболеваний, оно здесь не очень хорошего качества, или там лор-врачи. Но, если у вас что-то серьезное, там, какие-то серьезные заболевания, сахарный диабет, рак, да, любые страшные заболевания, то тут вам скорее больше помогут, чем в других странах. Вот такая вот странная особенно медицина. Но так как мы пользуемся только обычной, повседневной медициной, сталкиваемся со стоматологией, с лорами, то эта часть здесь на очень низком уровне. Ну, так скажем, она явно отстает от московской. Да, да, я знаю, что Израиль вообще не принято хаять, особенно если ты новый репатриант, там сразу в комментах появится «Валите к себе на родину! Откуда вы?» Да-да-да, всем привет! Довольны ли вы тем, что приехали именно по программе? Частично. Ну, то есть, если бы у вас была возможность второй раз репатриироваться, вы бы репатриировались по программе? Скорее всего, нет. Я думаю, что мы бы репатриировались не по программе. Использовали бы возможности сахнутых для репатриации, но не по программе. Я не знала. Есть ли у вас желание уехать обратно? Нет. У меня нет желания уехать обратно. Проблема в том, что у нас нет вот этого «обратно», нам некуда ехать. У нас нету одной страны, и Израиль — это первая страна, которая дала единое гражданство нашей семье. И последний вопрос. Какие у вас планы на ближайший год? Работать, работать, еще раз работать. В наших планах, что ты ищешь работу, и мы будем куда-то переезжать, нет? Из города Баршева. Все зависит от того, чем у них условия. В общем, в наших планах первое очередное — это что Саша найдет работу. Дальше уже будет зависеть от того, где он ее найдет, найдет ли он ее. Если, например, в Хайфе, то, естественно, нам придется переехать из Баршева куда-то поближе в Хайфу. Все будет зависеть от того, где будет у Саши работа. Ну вот и все вопросы. Мы ответили. Если у вас еще есть какие-то к нам вопросы, мы готовы на них ответить в комментах. Пока! Пока!